Дорогие друзья, скажем слава нашему Господу, до сего места помог нам Господь, и мы будем обращаться к Нему, чтобы Бог нас благословил в предстоящем служении, ивил нам свою милость и помощь. Я буду читать 117-й Псалом, и здесь псалмопилец пишет такие слова. Отступили меня, окружили, но именем Господним я низложил их. Окружили меня, как пчелы, и угасли, как огонь в тернии, именем Господним я низложил их. Сильно толкнули меня, чтобы я упал, но Господь поддержал меня. Господь сила моя и песнь, Он соделался моим спасением. Глаз радости и спасения в жилищах праведников. Десница Господня творит силу. Десница Господня высока, десница Господня творит силу. Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. Строго наказал меня Господь, но смерти не предал меня. Отворите мне врата правды, войду в них, прославлю Господа. Вот врата Господа праведные войдут в них. И вот я прочитал такой небольшой отрывок из Священного Писания, где псалмопилец говорит, что в его жизни бывают разные обстоятельства. И где-то окружают его люди, и которые идут против него, да, и он говорит, толкнули меня, чтобы я что сделал? Упал. Но Господь поддержал меня. И вот знаете, меня очень вдохновляет это место тем, что еще Христос не приходил. Еще были сотни лет до пришествия Христа. А уже тогда псалмопилец смог сказать такие слова, что Господь мое спасение. И сегодня все мы с вами понимаем, что Господь наше с вами спасение. Слава Господу. И я прочитаю еще одно место, и мы будем обращаться к Господу в молитве. Кефсиана 2 глава. И здесь тоже такие слова ободрения, укрепления нам. Потому что через него и те, и другие имеют доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа креугольным камнем, на котором все здание слагается стройно, возрастает святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. И то стих, на который хотел бы обратить наше внимание. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Дорогие друзья, Писание нас приравнивает к согражданам святым. А кто такие святые люди? Это оправданные Богом. Это люди, ходившие путем святости, праведности, благоговения пред Богом. Как знаете, Слово Божие говорит, чтобы они не без нас достигли совершенства. Кому нас сегодня Господь правдывает? А тем мужам веры, о которых написано в 11 главе евреям. Те, которые трудности переносили. Знаете, и огонь их не опалил. И мы знаем этих мужей, которых огонь не опалил. И которые на дне морском лежали. И они подняты были оттуда, живыми. Это апостол Павел. И знаете, это все мужи веры. И Слово Божие нас сегодня приравнивает к ним. Мы сограждане святым и свои Богу. Почему мы стали согражданами святым? Потому что мы стали своими Богу. Потому что Бог нас сроднил. Потому что Бог нас примирил. С Отцом Небесным Иисус Христос. И даровал нам право и возможность входить в святое святых. Мы знаем, что с Ветхого Завета в такое близкое присутствие Божие было возможно входить только некоторым людям. А самое, так скажем, сокровенное можно было входить только раз в году. Но теперь на всяком месте, во всякий час мы можем входить в святое святых. Иметь близкое общение с Богом. И нам ничто не может этому помешать, если мы этого хотим. Если мы к этому стремимся, Бог всегда будет открыт для общения с нами. И мы будем обращаться к Господу и скажем, Господи, мы сегодня хотим, чтобы Ты говорил к нам. Чтобы нам быть в Твоем присутствии. Чтобы Твой свет нас освещал. И нам укрепляться верою и упованием на Тебя. Будем молиться. Субтитры подогнал «Симон»